Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь. Стан», том 16, вопрос 3040. «Бывает ли так, что ребёнок имеет некое предчувствие, что в жизни его всё переменится к чему-то несказанно лучшему? Потом он забывает о том и, наконец, сбывается, как в сказке, самое наилучшее?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Жизнь – чрезвычайно многогранная вещь, и в ней гораздо более всего, что знают люди все вместе. Нераскрытый парашют на высоте нескольких метров и человека нет. Но были случаи, что с высоты более километра упал и остался жив, упав на склон оврага, покрытый глубоким снегом. «Написать о своём духовном рождении меня побудило про желание поделиться радостью спасения, обетованным мне в крещении с теми, кто захочет понять побудительные причины уверования человека во Христа». «Глубоко убеждён, что в этой жизни всё предопределено Богом, и моё обращение и уверование тому пример. Сейчас из Писания я точно знаю, что Бог предопределил всем спасение, но только лишь по своей воле мы отказываем себе в этом. И Егова по безмерной любви к нам отдал своего сына». Утверждая это, специально не привожу места из Писания по простой причине, так как Писание открыто было мне много позже, через толкование святых отцов, а я просто хочу рассказать, что со мной произошло. Странное дело, в детстве, независимо от того, кто бы со мной не водился, мои ли родители или кто-либо другой, незримо навсегда явственно, почти физически ощущал присутствие кого-то и особенно его защиту. «Вначале где-то внутри прочно сидело знание, что мне уготован какой-то огромный, безмерный, неописуемый подарок, дар в моей жизни. Это было настолько явственно и часто, что это приводило мой детский ум в сладостное состояние. Зная почти наверняка, что скоро, очень скоро со мной что-то невероятное, хорошее произойдёт». Но чем больше взрослел и становился старше, тем слабее и тоньше становилось это ощущение. С каждым годом своего физического роста я с невероятной скоростью терял то ценное ощущение присутствия защитника. К окончанию школы это ощущение еле угадывалось. Только ум пытался восстановить память об этом. Сталкиваясь со злом, как мне казалось тогда, в своей жизни, то ли через чью-то трагедию, болезнь или смерть, смерть близких мне людей, понял простую истину, что необходима опора или сила, которая бы тебя держала и направляла. О, Господи, если можно было бы взглянуть на себя со стороны духовными очами, что я из себя представлял в то время, и понять это, без опоры в жизни, почти опустошённый, как мёртвая рыба, плыл по течению реки, именуемой жизнь. Долго не разбирался, и в пищу пошло всё от ветхого брахманизма, зороастризма, эллинской философии до современного лжеправославного Даниила Андреева. С этого момента я не только верил, но и точно знал о существовании Бога и дьявола, яственно осознавая присутствие духовных существ, таких, как ангелы, наполняющие небо и землю. Мои друзья, коллеги, преподаватели в школах, институтах, университетах часто приглашали меня на открытые лекции и выступления по религиям и философиям перед студентами и школьниками. Рассуждала о многом, кроме одного вопроса, и это было странно. Я почти физически был лишён возможности говорить о Христе и христианах. Кто-то сознательно меня лишал истины. Лишь однажды смог прочитать студентам короткую лекцию о христианском святом Александре Невском. Только сейчас я могу ответить на этот вопрос. Кто это делал и почему? Господь по великой милости дал мне возможность вначале напиться из всех источников и попытаться утолить духовную жажду помоями. Лишь в конце пути дал глоток чистейшей живительной влаги Евангелия. Первый раз это произошло в конце 1991 года. Когда на развалины бывшей Советской империи ринулись западные духовные учителя и миссионеры разного рода христианских и нехристианских динаминаций. В одном из кинотеатров выступал протестантский пресс-фитер, профессиональный священник, имеющий в США свою паству и церковь. Его звали Майкл. На его выступление меня не случайно пригласили друзья. Как обычно, не доверяя никому в подобных вопросах, внимательно вглядывался в человека и силился понять, что привело его сюда за тысячи километров. А он совершенно спокойно, без шпаргалки, на английском языке цитировал стихи из Евангелия, лишь на время прерываясь, давая возможность переводчику прочитать тоже на русском языке. Первый раз я слушал Евангелие, и неожиданно, как гром, как катастрофа, со мной произошла перемена. Вдруг мгновенно все переменилось, будто вспыхнуло и сгорело дотла полотно, пропитанное порохом и селитрой. С трепетом и удивлением смотрел на выступающего проповедника, еще не осознавая, что произошло. Но с этого момента знал точно, я должен иметь эту книгу, Евангелие. Со временем, получив желанное Евангелие, уяснил себе, без церкви нет спасения. Так начались духовные муки и поиски апостольской церкви. Из Евангелия узнал одно, лишь католики и православные имеют преемственность апостольской церкви. Но в Барнауле днем с огнем не сыщешь католиков, поэтому оставалась одна возможность прийти в православную церковь, в московскую патриархию. С величайшей надеждой кинулся в Покровский храм, страстно желая поговорить со священником и разрешиться от проблем. Дождавшись удобного времени и вызвав через молодых послушников священника, сбивчиво волнуясь, попытался высказать свою страстную нужду. Но священник был явно не намерен долго разговаривать с назойливой мухой, быстро приведя пример из Евангелия про апостола Петра, названного Сатаной. Со мной так, наверное, и было. Я по подобию искушал священника и получил такое же определение Сатана. Но от такого неожиданного сравнения и духовной пощечины я вышел из церкви раздавленный, приговоренный, выброшенный, как маленький огрызок с теориновой свечи. Для меня кончилось все. Я начал постепенно умирать. Все погасло во мне. Если кто-нибудь испытывал духовные муки, тот поймет меня. Это страшнее физической боли. Когда пришел в себя, я обратился к Богу, внутри сердца плача и взывая, «Господи, спаси меня заблудшего!» Ибо не знаю, куда идти, в какой ты стороне. Дай лучик света, чтобы повернуться к тебе в этой беспросветной тьме. Господи, дай человека, который без малейшей примеси лжи знает Евангелие, Библию, может, как брат или отец, подсказать путь к тебе. «Господи, спаси меня, прими в церковь твою!» Это было 18 марта 92 года, когда я расписался в маленькой книжице с названием «Почему я верю», где христиане призывают обратиться и отдать свое сердце Христу. И произошло чудо! На следующий день неожиданно встретил Раису Малютину, жену-товарища, с которым мы раньше работали вместе. Она предложила встретиться с одним христианским проповедником, человеком, хорошо знающим Писание. Назвала необычное имя – Игнатий. Мы с ней говорили недолго, и я высказал желание поговорить с проповедником. Но она пригласила сначала на занятия по Библии, оговорившись, однако, что, скорее всего, лично Игнатий со мной говорить не будет. По простой причине, что я был бритым, и у меня отсутствовала борода. Чему я сильно удивился, не поняв, при чем здесь борода? На что Раиса рассказала коротенькую проповедь об Адаме, христианах и внешнем облике святых. Было ли это ее ошибкой или нет, но я начал готовиться для встречи, отращивая свою бороду, пропустив полгода занятий. Первый раз, придя на занятия по Библии в Алтайский технический университет с огромною сумою внутренних неразрешенных вопросов, был ошарашен тем, что Игнатий Тихонович как по готовому списку развеивает мои вопросы, один за другим, изголодавшийся поистине, был буквально перекормлен словесным молоком Евангелия. За девять лет изучения духовной литературы мое внутреннее совершенное монолитное сооружение, которое я выстроил, рухнуло за несколько секунд. Такого со мной не происходило никогда. Уже интуитивно понимал, что бессмысленно сохранять руины ложных представлений. К этому уже не возвращался никогда. Источником света и жизни стало Евангелие. Занятия уже практически не пропускал. Писание, раскрыто Игнатием Тихоновичем Лапкиным, через толкование святых отцов, стало моим питьем и пищей. Желая покреститься, подал заявление в крестовоздвиженскую общину. Так был принят в чин оглашенных, то есть готовящихся к окрещению, первый раз в жизни серьезно столкнувшийся со строгостью в духовных вопросах к Писанию, к собственной душе и Богу. С этого момента в моей душе начало прорастать чистое, живое семя Евангелия, брошенное через проповедника, человека, любящего и знающего Слово Божие и истину. Для меня уже не было странным или чудом то, что стало происходить со мной. События стали стремительно двигаться к самому, быть может, важному в моей жизни этапу или венцу, ко дню крещения. Сколько мук и порванных нервов пережил из-за нас оглашенных наставник Игнатий, можно только догадываться. Но я хочу описать одно событие, произошедшее на нашем крещении. Рано утром, сосредоточившись на главном предстоящем событии, все мы пришли на крещение, со страхом и надеждой ожидая того, что произойдет. Крещение проходило в большом озере рядом с селом Потеряевка. Оно было неподалеку, несколько сот метров от деревни. Сейчас этого озера давно нет. Только заросшее камышом и травой место. По нерадивости местных корченских властей была разрыта, снесена небольшая плотина, и это озеро просто вытекло, оставив после себя грязную лужу. Мне запомнилось, что Игнатий накануне был абсолютно здоров, а наутро был с перевязанной ногой и сильно прихрамывал. При совершении Таинства Крещения отец Иоаким Строгий в полном священническом облачении вошел по грудь в озеро, а мы по одному стали подходить к нему. Подход и место к озеру были вычищены, и мы спокойно проходили по илистому дну к священнику. Позже узнали, что Игнатий с братом Свято-Анфимовской общины рано утром своими ногами протоптали и листая дно место Крещения, вытащив все камни и стекла, устранив возможность испортить день Крещения случайным ранением. Так Игнатий пролил кровь за нас, сильно поранив ногу осколком стекла от бутылки. После этого никто из нас не пострадал. Не забуду отца Иоакима. После Крещения лицо его светилось, наполненное светом, он как мать родил на сводах Крещения, погружая в смерть Христа. До сих пор не могу оценить то погружение в милость Бога, которое даруется в день Крещения, ибо это день духовного рождения, как говорит Писание. Деяние 2, глава 38 стих. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Так началась новая, совершенно другая жизнь, новая, с обетованием вечной жизни в будущем. Только теперь я до конца осознал то долгожданное, невероятное, но прошедшее, произошедшее событие, тот дар, подарок, который я ожидал всю свою жизнь и получил, и к которому так стремилась душа. Обретя в себе основание Христа, я осознал сказанное Богом. Матфея 10, глава 28 стих. И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в геене. Вторым по значимости событием в моей жизни стало венчание. День, когда Бог даровал самого близкого мне человека Наталью. Так батюшка, отец Иоаким второй раз через таинство венчания оставил печать в моей жизни. Удивительно, но принимая дарованное как должное, все-таки не перестаешь удивляться чудесам, происходящим каждый день вокруг тебя. Следы близких мне по духу друзей, таких как Яковлев Виктор Андреевич, Капустина Татьяна, Севастьян и Маша, Приходько Наташа, Дыбуновы Игорь и Марина, семья Устиновых, семья Барабаш и большой семьи Петеримовых несут печать любви и доброты, которая оставляет Христос в наших сердцах. Как я благодарен нашему доброму обществу, всем членам крестовоздвиженской и свято-анфимовской общин за то участие, которое они проявили в моей судьбе. В заключении своего обращения напомню свою мысль. Бог предопределил всем спасение, но только лишь по своей воле мы отказываем себе в нем. Бог Иегова по безмерной любви к нам отдал своего Сына за нас. Для подтверждения приведу один из главных стихов Писания. Иоанна, 3 глава, 16 стих. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Загуляев Алексей Викторович. Псалом, 68-й, 3 стих. Я погряз в глубоком болоте и не на чем встать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Псалом, 39-й, 3 стих. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои. Андрея Критского откланились канон. Плачевные и мудрые напевы. Но почему же погружает в сон? Как неучи опять, уйдем ни с чем мы. Тьма исторических событий наплывает со скоростью на ленте транспортера. Изысканная мудрость скрыта под словами. Одно помилуй, следующим стерто. Никто из приходящих на канон не понимает даже полпроцента и потому уходит в пустозвон. Духовно не воскресшие отпеты. Но если медленно, по-русски, с разъяснением, библейские примеры рассмотреть, на все иным тогда посмотрим зрением, в помилуй каждому ощущая смерть. Начавши от Адамова безумства, библейские страницы шелестят. Запомнить трудно, что приходит устно. У каждого события сегодня мы в гостях. Воображение в монашестве Андрей довел до совершенства, даже выше. Всех к покаянию влача сумел огреть. И даже то, что и наладан дышит. Со всех сторон разбор по порошинке. Помилуй меня, Божий, темным фоном. Примеры древние нам мелко накрошили. Доказано сто крат, что все мы тонем. Во всех событиях и я, ползучий гад, постом зажатый и в земных поклонах, к ногам Христа нет выхода назад. И приговор вчерашнему излому К воскресшему под и Петрахиль прощенья Канун Андрея Давид и царей Мой фимиам, я жертвой стал вечерней Со мною рядом стонущий архиерей 7 марта 2006 год, Игла